Всем привет! Начинается наш очередной денек, и мы едем в Вильнюс. Сейчас мы находимся на центральном автовокзале Минска, ищем свой автобусик. Ищем свой бусик, в общем, также на эколайнце, на двухэтажном. Сегодня у нас должны быть места первые. Будем смотреть вдаль. И, скорее всего, тоже на втором этаже. Так что мы довольны, счастливы. Очень мало времени в Минске, но ничего. Пока что не знаем, какая платформа. Будем искать, торопимся. Осталось 15 минут до выезда. Нормально, едем в Вильнюс. Погнали, да? Снова всем очередной привет. Мы добрались до Литвы, до Вильнюса. Таможня, кстати говоря, нас пугали. Все, что там будут досматривать, все выворачивать. Честно говоря, пожалуй, после Грузии это одна из самых лучших таможен, которые мы проходили. Все вежливо, культурно. Проверили в визу, все данные. Взяли отпечатки очередной раз и пожелали хорошего отдыха. Ребята очень культурные, вежливо, никакого пронебрежения не заметили. Я говорю, в интернете вообще лучше ничего не читать и не слушать. Менение только свое собственное составлять. За сколько мы доехали? За 4 часа, да? 4 часа. Да, было заявлено 4,5. С учетом, что мы все-таки постояли на границе из-за того, что перед нами 3 автобуса помимо нас проходили. И мы с Антоном поняли, что на автобусах путешествовать это очень круто, очень быстро, комфортно и экономично в плане денег и времени. Потому что посмотрели, как проходит машина, тоже недолго, но все-таки проблематичнее. Нам осталось 2,5 часа до заселения. Когда въехали в Литву, мы очень удивились, потому что до сих пор зеленые поля, январь. Дрова зеленеет, мы просто в восторге. Антон такой, я хочу такую зиму, я тоже. Мечтаю о такой зиме. Вот. Где трава цветет. Где трава еще зеленая. Не будем голословными, но трава до сих пор зеленая. Сейчас идем прогуляться, решили не торчать на вокзале. Нам буквально 600 метров до наших апартаментов, вообще прикольно просто. И дальше гулять, гулять, гулять. На самом деле здесь очень красивый старый город, посмотрим. Мы с Антоном зашли прямо рядом с домом, куда мы будем заселяться в кафе. Хотели сначала в Макдональдс, чтобы не париться и не искать ничего. Но решили прямо через дорогу посидеть и выпить капучино в Литве. В общем, в Вильнюсе. Вильнюсской капучино. Капучино стоит вот такая вот чашечка 1,90. То есть, ну, 120 рублей. Вот в принципе, как у нас. Мы вчера на башне в Беларуси, в Минске, точно так же кушали. Были кофе. Ну, тоже около 100 рублей. В общем, все ок. Окей. Пьем. Ищем нужные достопримечательности. Заселяемся и гуляем. Так, вот такие вот апартаменты у нас должны быть. Номер 6. Стеклянная дверка. Нам должны были вот здесь ключик оставить. Так, код какой у нас? 3,5,3,2. Опа. Опа, ключ на месте. Пробую. Все, сейчас будет первое впечатление. Мы очень долго выбирали жилье в Вильнюсе, потому что в целом цены вообще нифига не дешевые. И я выбирала, думаю, ну стоит переплатить 10 евро за 3 ночи. Мы будем с 3 ночи. Мне кажется, это лучше, чем жить в каком-то таком, непонятно в чем, за 20 евро в сутки. Ну, плюс еще берут единоразовые 20 евро за уборку. То есть, 80 евро за трое суток получилось. Мы взяли вот такие вот апартаменты. Большая комната с телевизором, с чайником, с диваном, с кровать двухместной, с окнами. Своя собственная ванная комната. Тут машинку вчера я не увидела. Да, вот такая вот душевая кабинка. Маленький холодильник. Чистенько, кстати, все, да? Такая кровать. И мне очень нравится прихожая, где можно поместить вещи. Вон, кстати, маленький холодильник есть, телевизор. Да, и обогреватель, потому что, в принципе, прохладно, отопление здесь, как говорят, дорогое. Также там есть общая зона кухни, где можно приготовить, перекусить. Почти покажем. Да, сейчас покажу. Гладилья доска, утюг. А, вот это помещение вовсе получается, да? Ага. А, вот стиральная машина, кстати. Стиральная машина? Да. Там музыка-то. Пока что мы довольны. Идем обустраиваться. По букингу у нас 8-9 отзывов. Нормальный такой отзыв. Мы с Настей здесь маленько расслабились чуть-чуть. Увидим такой замечательный номер, да? Кимарнули пару часиков со всех дорог. А сейчас пойдем к старому городу Вильнюса. Вообще, что такое Вильнюс? Вильнюс – это столица Литвы, а также крупнейший город этой страны. 20% населения Литвы, в общем, проживает именно здесь. Население на конец 2018 года по переписи, просто на 19-е данные не нашла, но на 20-е, соответственно, тоже. Почти 600 тысяч человек. А общая площадь 400 квадратных километров. Интересный факт, что до начала Второй мировой войны, на начало 20-го века, 40% населения Вильнюса были евреи. Даже в шутку называли, что это Восточный Иерусалим своего рода. Но когда пришли фашисты, Холокост, 95% евреев погибло. И, наконец, в Второй мировой войне осталось всего 600 человек из первоначальных. На самом деле, это просто катастрофа. Вильнюс – второй по величине город в Прибалтике, после Риги. И самым главным его районом является Старый Горн, который включает в себя 74 квартала и 70 симпатичных улиц с такими вот красивыми постройками, которые дошли к нам с прошлых веков. Говорят, что там здания очень многие, почти все. Постройка датируется 15-16 веками. И именно Старый Город Вильнюса признан самым крупным в Восточной Европе и взят под охрану наследием Винеска. Как раз вот туда мы идем. Немножко сегодня, как Антон уже сказал, подраслопились. Будем подкайфовать, не будем сильно никуда спешить. Погуляем, потом сходим перекусим, а уже завтра у нас будет полный день. Но несмотря на это, мы все равно постараемся поснимать, показать. Идем, в общем, в Старый Город. Основная архитектура в городе, в историческом центре города Вильнюс, это вот такие двух-трехэтажные домики, которые очень аккуратно выполнены. Где-то видно, что, конечно, нуждаются реконструкции, но в целом все очень и очень аккуратно. Плюсом является то, что здесь очень мягкий зим, и снега практически нет. Ну, соответственно, как бы по-другому немножко природа реагирует, по-другому все украшается, по-другому все стареет и портится. Но здесь очень влажно и очень такая промозглость. Вот я не знаю, Антон замечает это или нет? Ну, маленькая здесь. Да, вот как бы рядышком все-таки Балтика, рядом Балтийское море, Куршская коса и так далее. Ну, не совсем рядом, но не очень далеко. Также нам с Антоном нравится, что в январе месяц и настолько комфортно находиться на улице, мы хотим с Антоном такую зиму. Мы здесь идем уже в минут 10 с открытыми ртами. Кайфуем, да. И просто мы здесь кайфуем, просто с открытыми ртами просто. Да, а еще нам не верится, что когда-то это был Советский Союз. Ну, вот вообще просто не верится. Мы не хотим оскорбить какую-то страну и так далее, но здесь реально прикольно. Ну, вот лично для меня Советский Союз – это вот пятиэтажки. Да. Вот эти пятиэтажки, пятиэтажки и еще раз, ну и девятиэтажки. Да. Ну, кстати говоря, мы не были пока еще на окраинах города, когда мы заезжали со стороны автовокзала. Немножко успели на окраинах заметить такие дома. Четыре этажа, пять такие немножко обшарплены. Но это был пригород. Не знаем, как посмотрим дальше. Мы пока что идем по историческому центру. Когда завтра пойдем уже гулять более масштабно и поднимемся на смотровую площадку, уже увидим более такие границы города и сможем сказать вам свое полное мнение. Но первое впечатление у нас очень клевое. Также хочу сказать, вот идем мы и на всех первых этажах вот этих вот красивых домиков. Сувенирные лавки, кафе, всякие какие-то, не знаю, заведения, какие-то книги. Ну, блин, ну прикольно. Такая-то такая атмосфера, да, вот далеко ходить не надо. Вот такие вот интересные сувениры, необычные. Такие домики, как вот, знаете, я помню, сказку читала Гензель и Гретель, вот там пряничный домик, вот что-то такого формата. Такие вот красивые национальные куколки. Вообще из Прибалтики все везут янтарь. Это один из таких символов, что побывал в Прибалтике. Как раз таки, вот я так понимаю, что деревца из янтаря. Я не знаю, мы с Антоном попытаемся купить такое или нет, но вообще в целом все везут. А тем временем мы нашли до кафедральной площади. Это самая главная площадь в городе Вильнюс. Здесь расположены практически все достопримечательности, но и в принципе это практически самый центр города и вокруг везде ведут пути к другим достопримечательностям. На главной площади города Вильнюс расположен самый главный католический костел города Вильнюс. Это костел святых Станислава и Владислава, который пережил на самом деле очень много в своей жизни. Но самая главная его, скажем так, фишка, то что в 1922 году указом разрешения Папы Римского ему дано звание Малые Базилики. Этот статус получает далеко не каждый храм, только избранные. И вот у этого храма, у этого собора такое звание есть. Также интерес вызывают подвал этого храма. Там даже проводятся экскурсии. Если я не ошибаюсь, в интернете написано 4,5 евро с человека, чтобы попасть вниз. Вообще, если вот издалека вы видите, жизнь не скажет, что это собор. Кажется, как будто бы какой-то музейный комплекс, какой-то театр. Театр на музее. Да, а тот не нас соврать. Просто если бы я до этого не посмотрела в интернете, я бы скорее всего реально подумала, что это музей. На самом деле это собор святых Станислава Владислава. И совсем рядышком, прямо напротив, расположилась вот такая вот башня, 57-метровая, которая в таком вот виде стоит уже более 200 лет. Вот именно в таком виде. Она тоже разрешалась, реконструировалась, застраивалась. Наверху расположены часы без минутной стрелки. Вообще, честно, я не знаю, какое время они показывают. Но опять-таки в интернет-источнике сказано, что каждые 15 минут бьет колокол, обозначая, сколько сейчас времени. Вот мы все ждем, надеемся, что что-то тут вот сейчас обозначится. Но пока что тишина. Да, точно, если вот смотреть, минутной стрелки точно нет. В прошлом в этом соборе проводилась коронация литовских князей. А в настоящее время здесь проводятся различные христианские праздники, торжества. В общем, для города Вильнюс этот собор имеет очень важное значение. И в плане туризма тоже. Очень многие идут сюда и за счет подвалов, и за счет красоты посмотреть на это здание. Мы очень мечтаем завтра запустить нашего диджик-пуха, заснять и показать с высоты. Мне кажется, с высоты масштаб будет более заметен. Ну и, в принципе, огромнейшее здание, просто огромнейшее. Вообще, просто гуляя по Вильнюсу, вы встретите очень много прекрасных храмов. Вот это очень много. Мы сейчас шли, даже не успевали снимать, потому что можно остановиться на одном месте и черепашьими шагами передвигаться. Здесь три вероисповедания. Это католики, православные и староверы. И храмы самых различных конфессий. То есть, на самом деле, очень интересно старинная архитектура. У каждого здания есть какая-то своя история. Практически каждое здание от кого-то когда-то пострадало, перестраивалось, реконструировалось. Можно читать, перечитать и вообще никуда не двигаться, останавливаясь около здания каждого. Но мы не можем такого себе, к сожалению, позволить. Мы идем дальше. Сегодня у нас лайтовый день. Вы это помните? Мы прогуливаемся, показываем. Завтра нас ждет вот та вот прекрасная замковая гора с самой главной туристической достопримечательностью Вильнюса. Крепость Гедеона. Да, если я не ошибаюсь. Мы постараемся залезть наверх, все заснять, панораму города. И завтра нас ждет площадь Трех Христов. А пока мы гуляем по кафедральной площади. На всей территории исторического центра Вильнюса дороги... Как это? Каменные? Как это вообще? Брусчаточные. Дороги из брусчатки, то есть не асфальт. Здесь есть мост, который через реку разделяет старую часть города. И там уже мы видим новостройки, высотки, в одной из которых есть гостиница Рэдисон. И там смотровая площадка. Но я читала, что не сильно интересно там смотреть. Интереснее подняться на башню Гедеона и осмотреть город именно с этой высокой точки. Еще один интересный факт для тех, кто любит, смотрел и знает. Именно здесь снимались некоторые моменты из сериала трехсерийного фильма. Приключения Электроника ведь полное название, да? Да, Приключения Электроника. Третью серию именно здесь снимали, да? Не только третью. Я читала, что некоторые сцены, многие сцены снимали именно здесь. Но вот особенно третью часть, где Электроник уже сбегает от бандитов с собакой. На машине там какой-то грузовик там какой-то был, да? Ну да, это да. Ну короче, вот третья серия, где Электроник борется с бандитами, полностью практически вся сцена, кроме там некоторых моментов, снималась в Вильнюсе. А мы продолжаем идти с открытыми ртами. Да. Пока что наступают суммы. Да, время, кстати говоря, минус сейчас от Москвы. И вот время буквально пятый час, но уже достаточно темно. И нас это так злит, что вот минус путешествий в не сезон. Мало народу – это плюс. Мало туристов – это вообще как бы огромный плюс. То есть, в принципе, мало народу на улицах. То есть, не каждый выходит прямо и гуляет, как мы вот с Антоном, два ненормальных по много часов подряд. Ну, короткий световой день. То есть, вроде бы не успел проснуться, да? Вышел на улицу, все, уже ночь. Антон говорит, надо в шесть ложиться, говорит, в пять вставать и идти. Глядя, на десяти темно, алло. В общем, как бы такие моменты. А мы передвигаемся по мосту через реку Нярис, чтобы перейти из более старого города в более обновленный квартал, в более обновленный район. Мы там увидели красивый храм, сейчас расскажем о нем. И дойдем до торгового комплекса. Попытаемся найти супермаркеты и заснять цены на продукты. Ну, в принципе, нам нужны продукты, а по пути с ним цены. Очень красивый храм издалека. Прям вот очень издалека мы его увидели. Красные крыши, красивые башенки. И, как и все храмы в Вильнюсе, имеют свою историю. Сейчас будем поближе и расскажем. И вот мы, как и обещали, дошли до этого прекрасного храма. Он признан одним из самых красивейших храмов в Вильнюсе. Это храм святого архангела Рафаила. Построен он в начале 18 века. И вообще изначально он предназначался для проведения служб иезуитами. В момент же, когда пришли и вторглись в войска Наполеона, храм стали использовать как военные склады. Потом буквально в 1824 году его вернули в первоначальное назначение. Привели его, скажем так, в норму. Но уже спустя 8 лет его снова переделали в военные склады. Я считаю, что это кощунство. Именно из-за этого очень сильно пострадало убранство и вообще внешний вид этого храма. Но в дальнейшем, только в 1975 году, храм решили восстановить. И вот сейчас он радует всех посетителей. Открыт для всех желающих. И регулярно проводятся богослужения. И в принципе, любой человек, который хочет внутрь попасть, туда попадет совершенно бесплатно. Как раз таки мы с Антоном сейчас тоже хотим туда зайти. Кстати, чем выделяется этот храм? Почему мы его заметили? У него белый фасад и красная черепичная крыша. Интересно смотрится. Вот прямо издалека, когда освещение упало. Ой, смотри, какой красивый храм. Я тоже смотрю. Вот именно за красной крышей мы его увидели за несколько улиц той страны. То, что он подсвечивается. Да, подсвечивает. Ну, в принципе, любой храм красиво подсвечивается. Вот сейчас мы стоим здесь немножко на возвышении и все так красиво видно. На камеру, конечно, не передаст, но поверьте нам на слово. Мы сейчас попытаемся попасть внутрь, так как, как я уже сказала, любой желающий может это сделать. Вот мы и будем испытать. Сейчас здесь как раз прям больником проходит служба. Мы вот не хотим тревножить, если честно, прерывать такой момент. Поэтому снимать сильно не будем, но поверьте нам, на слово очень красивое и в общем сон. Попав сегодня в Вильнюс, я очередной раз убедилась, что абсолютно нет. Нельзя доверять интернету. В каком плане? Даже не то, что интернету, субъективным отзывом других людей. Очень много раз я встречала, что Вильнюс малюсенький город, здесь совсем нечего посмотреть. Закладывайте на него один на минуточку день. Я вот сейчас очень рада, что я заложила трое суток, потому что Вильнюс настолько интересный город. Мы сегодня ходим, лениво, конечно, ходим, но в любом случае уже прошли достаточно, просто мало снимаем. Здесь каждое дерево, каждое здание можно снимать, любоваться и оно что-то означает. Поэтому не нужно обходить стороной Литву. Вильнюс обязательно стоит здесь побывать, очень красивое место. Да, вот одни храмы, только можно прогуляться, посмотреть. Это очень красивое здание, с очень интересной историей. Мы пока еще не доехали до Риги Италии, но здесь пока очень нам сильно нравится. Посетив храм, мы топаем торговому комплексу, хотим найти какой-нибудь супермаркет и сравнить, сколько же здесь все-таки стоят продукты. Мы зашли в супермаркет Макси, мы как угадали, что в любом торговом центре есть какой-нибудь магазинчик продуктовый. Сейчас смотрим цены на фрукты, вот, например, апельсины 0,86 евро. Это примерно 60 рублей килограмм. Как у нас, даже у нас подборожье. Хотим несколько взять, потому что мы не можем все время питаться в кафе. Надо попробовать литовских фруктов. Груши, например, по акции 1 евро 0,99. Лимоны, а нет, не лимоны, лимоны не вижу. Имбирь 2,99. Ну, вот примерно как у нас. Имбирь, конечно, дороговато, у нас подешевле будет. Но 2,99 – это примерно 200 рублей. Груши – 70 рублей. У нас даже дороже, кстати говоря, реально. Мандарины здесь дорогие, 1,79 получается. Это сколько это получается? Ну, 100 с лишним рублей. Ну, все летом я много раз смотрела на дыни, которая сорта медовая называется. Медовая, вот, ханью. И вот сейчас мы здесь нашли. Килограмм стоит 1,19. И вот за вес, вот за вот эту вот половиночку разрезу на 0,90. Я конфонно-гурдовую возьму, но это же, блин, это 60 рублей. 60 рублей, например, за половинку такой дыни. Да, все, мы берем. Такие красивые, вкусненькие дынки. Пахнут очень вкусно. Даже сквозь заложенные носовые я чувствую, как они пахнут медом. Так что, ну, попробуем. Очень дешевые помидорки черри. 0,59 евроцентов получается. Это около 40 рублей. У нас такие ближе к 100 приближаются вниз. Ну, бывают пакции всякие, ну, за 40 рублей. Бананы, кстати, 0,99 евро. Тоже это около 70 рублей. Чуть-чуть подороже, чем в наших магнитах продается. Я не знаю, дорогой мы нашли супермаркет или нет? Называется Максима. Около прям храма Святого Архангела Рафаила. Но мы довольны, что мы сюда попали. Мы берем, так как нам трое суток жить здесь. И хотя бы утром мы будем завтракать вот тем, что покупаем сейчас. Местная нефасованная картошка стоит 0,29 евроцентов за килограмм. Если фасованная, 0,65. Ну, она прям отборная. В принципе, меня это вполне устроило. Получается примерно 20 рублей за килограмм. Это я все сразу перевожу в российские рубли. Также есть вот совсем молодая тоже местная картошка фасованная. Также 0,29. Лук 0,29. Красный лук, если я не ошибаюсь, сладкий 0,69. Свекла 0,27. Морковка 0,29. Чеснок 2,25. Ну, что, в принципе, у нас тоже достаточно дорогой. Большое разнообразие различных соусов. Примерно от одного с половиной и до трех-четырех евро. В зависимости от объема, конечно же. Кельчуку различные, томатные соусы. Вот у нас Хайнс же тоже есть. Да. Вот, как я говорю, большой объем получается. Вот у нас тоже так же где-то стоит примерно. Ну, примерно. Я говорю, цель практически вот как будто бы один в один. То есть просто в евро переводится и все. И также там дальше различные соусы другого формата. Вот 1,78, 2,99. 1,49 самый дешевый. Вот 1,42 грибной с чесноком. Нет, чесночный. Чесночный какой-то 1,42. Ну, разные-разные есть. Вообще вот 1,49. Вот 0,99, кстати, даже есть. Мы сейчас дошли до стойки, где продается хлебушек. Хлеб у нас, в принципе, с собой из Минска еще привезенный. Поэтому покупать сегодня не будем. Но так в целом вот самое дешевое, которое я вижу, 0,61. В зависимости от производителя и так далее. То есть ну 0,61 сколько это? 30, около 40 рублей. То же самое, что продается у нас. Различные всякие снеки, перекусы, хлопья. Вот 2,99 примерно 3 евро, 200 рублей. Вот это, кстати, дороговато. Вот эти все снеки, дороговато. Ну вот несколько, например, шарики. 1,71, около 100 рублей. Как у нас? Вот мы прошли чуть подальше. Нашли самый дешевый батон за 0,4. Белый хлеб, продовизной. Ну, 240 грамм всего. 0,4 это рублей 25, наверное. Около 37. Мы всегда с Настей определяем по Сникерсу. Да. Вот он стоит здесь 0,67. Это приблизительно сколько? 7,49 рублей. Не определяем, а в смысле сравниваем по Сникерсу. Да, сравниваем по Сникерсу, потому что Антонов очень любит. Ну, в принципе, я тоже. И вот как у нас Сникерс супер, где два батончика. Ну, как и у нас, 50, 53, 55. То есть здесь вот, ну, если на сегодняшний курс умножать, то примерно меньше 50 рублей. И, кстати, хочу сказать, очень дорогой кофе. Ну, по сравнению, опять-таки, с ценами российскими. Вот, например, на Скафе, который у нас можно купить рублей за 200 в Магнитах, в Ашанах и так далее, здесь почти что 400 рублей. Даже не почти, что я гоню, почти 500 рублей он здесь. Ну, как-то такое 6,5 евро. Да, 6,40 евро стоит. Чай вот самый дешевый, маленькая упаковочка, 1,88. Чай, который пакетированный, 1,77, в пределах 1,8. То есть, опять-таки, тоже. То есть, это даже не то, чтобы здесь дорого. Это у нас настолько курс трех, полный с евро, что, когда начинаешь умножать, если бы курс был, как вот в четырнадцатом году, да, резкого скачка, то цены были бы просто, ах, какие замечательные, ах, какие прекрасные. Вот здесь 1,19, 1,99, большой вот 3,29 есть. Мы вот зашли в отдел круп, гречка начинается от 0,85 евроцентов и вот, в принципе, до бесконечности 1,98, 2,39. Рис точно тоже так же от 0,40 и до бесконечности. Ну, стандартно около 1 евро. Получается за 800-900 грамм. Мы нашли сахар. Самый дешевый 0,55 евроцентов за килограмм сахара. И вот чуть подороже 0,89. Так что, как бы, ну, нормально. Нет, сахар у нас дешевле намного, но в целом тоже нормально. 0,55 это 30, ну, ближе к 40 рублям. Для самых голодных и не худеющих есть вот это, ну, да, сейчас напишут мне по-любому, надо худеть. Ага. Вот именно для таких, которым надо худеть, есть вот такие прикольные сэндвичи. 285 грамм за евро, евро 50 всего, то есть за 100 рублей. Здесь надо было написать сэндвич для Насти. Да. Там внутри ветчина получается, зелень и вот такая вот булочка. Мы думаем на утро с Антоном себе взять. Вот. Давай один возьмем, попробуем. Да. Ну, вот что дорого везде, это яйца. За десяток 1,49. Это около 100 рублей. Не очень гуманные цены на яйца. И, кстати, хочу сказать про завесной продукции. Готовые уже. Очень можно даже все брать. Салатики в среднем от 300. В общем, примерно от 3 евро начинается и до 5,5 примерно так. И готовые уже и мясо готовые, и салаты. То есть, в принципе, если вы не хотите заходить в кафе, а просто по быстрых вам прикусить, на утро взять запросто. Просто запросто. Литр молока у нас можно купить самое дешевое за 0,35 евро. На наши деньги. Ой, это очень дешево. Ну, около 25 рублей примерно. И, кстати, так интересно, местная продукция под литовским фланом. То есть, не ошибаетесь? Да. Вся местная продукция указана под литовским фуашками. Таким сердечком литовским. За килограмм куриных бедрышек вы отдадите 1,98 евро. А вот за филе уже 5,49. В принципе, даже 5,49 тоже дороговато. У нас он дешевле. Но вот за бедрышки вообще просто классно. Фарш 1,69 в среднем. Это со скидкой. Сейчас и тушка курицы 1,99 тоже. Вот вообще просто цены крупные. Мне к вам нравятся. В зависимости от ваших предпочтений, различные колбасы начинаются от 1 с небольшим евро. Сосиски, колбасы. И идут дальше. Где-то 5 с чем-то самое дорогое мы видели там дальше. Даже около 5 меньше. Меньше 5 с чем-то. Вот мы сейчас хотим в акции взять за 2,19. 750 грамм каких-то колбасок. Попробуем, расскажем. Они стоили почти 3 евро. Сейчас под скидки за 2,19. Попробуем. И за завтраком вам расскажем. Местные соки начинаются от 1 евро. Вот 1,03 и пошло 1,49, 1,22, 1,25 и до бесконечности. Ну как не до бесконечности. Дороже 2 я ничего не вижу. Внизу вон даже за 0,89 и 0,45 есть. Ну в любом случае нормально. Ну вот который 1,03 и мультифрукт если не ошибаюсь. Ну 70 рублей. Нормально, почему нет. Вообще откровенно говоря я удивлена. Я не думала что будет. Ну настолько демократично что можно прям затариться в супермаркете и не париться. Мы еще дойдем до кафешки сегодня. Покажем цены. Кстати возможно то что это не самый дешевый супермаркет. Ну мы то есть не знаем. Мы просто шли увидели и зашли. Мы как бы поэтому не гарантируем что это самый дешевый. Ну и не гарантируем что самый дорогой. То есть мы показываем как есть. Максима супермаркет. Нас вообще вполне устраивает. И вот по воде самая дешевая полторушечка стоит 0,19 евро центов. Это меньше 14 рублей на наши деньги. Есть за 0,03 и за 0,04 и так далее. В общем в зависимости от марок. Но при любом раскладе это очень хорошие цены. Прямо вот очень. Мы берем две. Потому что мы два водохлеба. У нас в какой-нибудь Крым поедешь там. Вода 50 рублей. Ну какой-нибудь Крым тут. Просто даже вот взять из Минска. Мы вернулись с Антоном. Мы вернулись если приехали буквально. Вчера там гуляли. И там цены на воду выше. Не совсем понимаю название этого центра. В общем какие-то суп если я не ошибаюсь. Куп. Работает с 8 до 24.00. Как раз таки здесь находится супермаркет Максима. Мы вот потратили за все что мы купили 7 евро 89 центов. Ну блин на самом деле это прикольно. Просто вот по другому. У меня слов других нет. Можете подумать что у меня словарный запас закончился. Но слов других нет. Мы вот нам почему только там не взяли. И фрукты. И сосиски. И вообще вот вы видели что мы брали. В принципе мы вам это показывали да. Все вместе около 500 рублей вышло. Вот такая сучка. Да. И плюс у меня вода еще в рюкзаке спрятанная. Кровенно говоря мы даже. Вода вообще можно сказать бесплатная. Да. 14 рублей за полтора литра у нас даже таких цен вообще не найти. И мы пришли к мнению с Антоном что даже в Черногории было дороже. Хотя по идее как бы ну. В общем как бы так. Мы зашли в кафе. Название покажем. Потом назвали. Точно не помню. Заказали себе правда вечером. Но мы хотим согреться. Два супа борща по евро 30 каждый. Также мы взяли цепилину. Вообще литовское блюдо оказывается. Вчера мы пробовали белорусские в Минске. Вот попробуем сравним. В Литве так уж как и в Беларуси блюда с картофелем преобладают. Вот попробуем в этот раз здесь. Также мы взяли кибинос. Два кибиноса. Это пирожки с картошкой получается по евро 20. И два чая. Черных чая в среднем по одному евро. Кофе вот можно за два, за два с половиной, за четыре. В зависимости от того что хотим взять. Закуски от двух евро начинаются. Пиво в зависимости от объема от 0,7 до 2,6. Вот видим место. То есть в целом цены не плохие? Такие нормальные? Средние цены. Я бы не сказал что здесь дешево очень. Нет ну здесь я не дешево. Кто сказал что здесь дешево. Здесь не дешево. Это просто кафе где можно перекусить. Мы меню пока оставили. Может быть закажем еще что-то. Посмотрим насколько сытно будет. Но в целом холодные закуски с салатами. Почему-то везде очень любят салаты. Самый дешевый 2,50 это овощной. А так в целом от 4,5 евро начинается. Ну такое. Горячие блюда от 5 евро. По сравнению с супермаркетом цены правильные кстати. Не ну с супермаркетом мы в кафе зашли. Извините меня. Название покажем. И улицу, адрес тоже прикрепим. Почти в центре находится. И всего лишь 300 метров от дома где мы живем. Нам принесли борщ со сметаной. У Антона сметаны еще не размешаны. Я уже размешала. Прям уже хочется в супе поесть наконец-то. Да, вот такой цепец. Надеюсь, что вкусненький. Я думаю, да. Плюс нам принесли хлебушек. Так как заказывают 2 пирожка с мясом. Уже как-то они на кетчуп там называются. Название. Пока не помню. Может в чеке. Нас еще ждет чай и цепеллины литовские. Посмотрим, попробуем. Сейчас я хочу быстрее бульон. Европейцы так громко разговаривают. Даже не слышно тебя. Их наверное и то громче слышно, чем у нас. Ну, борщ, борщ. Пусть он сам гамм горячий. Я уже хочу наконец-то согреться. В чьи-то мы попробовали цепелины в Минске. А сегодня пробуем литовские. Они выглядят немножко по-другому. Получается как будто картофельная котлета. А внутри мясо сверху политое. Если я не ошибаюсь, что поджарка из лука и сала. Политые сметаны в соусе и с укропом или с петрушкой. В общем, с зеленью. Потом попробуем, расскажем. Пока что я борщ доедаю. И вот таких интересных кружечек. Заваривающийся чай нам принести. У меня с щебрецом Антошки Чу. Да, вот такой чаёк нам принести ещё. Самое интересное. Ну да, вот как я сказала, это картошка получается как котлета. Внутри фарш мясной. Сверху полито зеленью, сметаной. Это лук всё, это жареный лук. Сейчас я пробую. Пробую, пробую. Вот такая вот картошка у нас. Я даже не могу сказать, что напоминает картофельная пюре с котлетой. Просто картошка с котлетой. Советских времен. Ну вкусно, Катя. Прям вообще очень вкусно. Со сметанкой такой прям приятный вкус. Кушаем дальше. В общем, насчёт в кафе, который Антон вам покажет сейчас кадром. Составил 12 евро всё вместе. 10% комиссии идёт. То есть, в принципе, ну нормально. Сколько-то около 800 рублей получается. Вообще, в целом, ну в кафе, я вот просто Антону объясняю, что всегда, когда ты кушаешь, особенно в европейских странах, в кафе, ну не может быть, в принципе, дёшево. Это не дома готовить. И было всё очень вкусно. Я погорячилась, когда сказала про картошку. Это не просто картошка с мясом. Это было очень вкусно. Мы вот с Антоном пришли к мнению, что это что-то похожее на вареники, которые бывают с сырым картофелем и с салом. Картошка вообще была обалденная. Она всё обогнула вообще. Да, соус был очень вкусный. Вот просто всё как надо. И тёплая обстановка. Администратор, кассир, не знаю кто это, в общем, женщина, которая сказала за стойкой, очень приятно. Может хозяйка даже. Может даже хозяйка. Ну не факт. В общем, это не важно. Все разговаривают по-русски. Просто мы когда читали опять-таки, да, в интернете, вот ну не верьте ему. Вот как вы не верьте этому. Ну просто не знаю. С одной стороны это хорошая штука, с другой стороны там столько надо отсеивать информацию, как написали там, что в Вильнюсе никто не говорит по-русски. Ну я вот не знаю, на данном этапе мы сколько времени сегодня с Антоном ходим и в принципе сталкиваемся с людьми, мы ни разу не столкнулись с человеком, который нас бы не понял. Ни разу. И в магазине, и в кафе, и в утреннем кафе, и общалась с хозяином апартаментов. И, блин, вообще везде просто. Так что, короче, наш день плавно подходит к завершению. Мы топаем в сторону дома. Мы очень сытые, очень счастливые. А сейчас мы наслаждаемся улочками. И мы, кстати, не просто наслаждаемся, мы очень удивляемся тому, что время полвосьмого, а народу нет вообще. Люди все исчезли вообще куда-то. Я, в общем, выхожу из кафе, Насте говорю, где все люди-то вообще? Заходили, было полно народу. Да. Вышли, никого нет вообще. Одни машинки вот ездят, а людей нет совсем. Мы идем домой отдыхать, чтобы завтра воплощать в жизнь наши наполеоновские планы. А пока что, как обычно, все как обычно. Если вам нравится то, что мы делаем, не забудьте вот этого. Подписывайтесь на канал, как всегда. Я сегодня мало, конечно, говорил. У меня сильное настроение было. Другое, неговорящее, да? Не, нормально было. Уставшее просто. Мы всегда рады пообщаться с вами в комментариях, либо пишите в наш не очень ведомый Инстаграм. Мы там тоже очень рады с вами пообщаться. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»